Рад приветствовать вас на сегодняшнем служении. Даже неохота переходить к каким-то неземным или далеким темам. Тема у нас сегодня, кто помнит, Венера и Марс. И что это за тема, интересно. Если у кого-то ассоциация с астрономией, астрофизикой, астролябией, что это такое, потом дома посмотришь, сам не знаю, то не спешите уходить. Не спешите уходить, может быть думать, о, мне это неинтересно, у меня в школе этого не было, в институте этого не было. Не спешите переключать канал, если вы смотрите в режиме онлайн. Я вам скажу, что эта тема очень важная. В свое время я учился в школе, в техникуме, в колледже, в академии. И нигде не было такого предмета странного. Нигде я не сдавал зачет. А честно говоря, зря. Если бы он был, то я бы не набил себе много шишек. Не наступал бы на грабли. Не, не наступал бы, не ходил бы по граблям. Вот так скажу. Но, что было, то было. Я поделюсь с вами всеми опытом каким-то, своим печалями, радостями. Вот так. На этом курсе в школе семьи мы много прошли уже разрешения конфликтов, помолвки, отношения в семьях и так далее, и так далее. И возникает законоверный вопрос. А почему возникают конфликты? Почему происходят конфликты? Ведь все мы люди. Нельзя ли жить мирно? Например, муж и жена договорились. И еще до ЗАГСа, не знаю, на каком-то, может быть, свидании, протянули руки друг к другу. Давай не будем ссориться. Никогда. Всю свою жизнь, сто лет проживем, сто лет никогда не будем ссориться. Руки пожали. Кто-то свидетель разрубил. И все. И они живут, поживают, добра наживают. Скажите, возможно такое? Разрубить руки, да. Заключить такое соглашение, да. Но выполнить его нет. А почему, интересно? Почему возникают какие-то конфликты? Откуда это все берется? Я всегда думал, что все берется, потому что мы приходим в семью, из разных семей, из разных социальных каких-то культур. И, в принципе, мы разные. Разные люди. Но, на самом деле, корень не только в этом. А корень в том, что, в принципе, мужчины и женщины диаметрально противоположные создания. Они вообще разные. Вот посмотрите друг на друга. Если кто-то есть, брат, сестра. Есть отличия, так ведь? Это точно. Сказать, что есть отличия просто, это значит ничего не сказать. Сегодня мы с вами попробуем поглубже разобрать. И, конечно, мы начнем с истоков, откроем бытие, самую вторую главу, в которой мы видим, как Бог создает человека. Вторая глава, седьмой стих. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Это кто был? Адам. Все верно, Адам. Это Бог создал так мужчину. Мы видим, что даже мужчину и женщину Бог создавал по-разному. Из праха земного вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. Такой план был у Бога для создания Адама. То есть он его из земли, взял гор с земли, думает, тебе нормально будет. На самом деле, ученые говорят, что в человеке есть все молекулы, которые есть вообще во всей Вселенной. То есть человек — это маленькая Вселенная, настолько сложный, настолько сложный у него мозг, настолько сложные процессы, что мы не воссоздадим человека никогда. Компьютеры можем воссоздавать, какие-то роботы, что-то еще. Человека нет никогда. Человек уникальный. Едем дальше. Восемнадцатый стих. «И сказал Господь Бог, не хорошо быть человеку одному». Я не знаю, почему он так сказал, через какое время. Это не описывается. Он посмотрел, может быть, на Адама, который уже жил какое-то количество времени. Не знаю, по каким признакам. Может быть, Адам там непричесанный был, где-то носки валялись, такая вот, здесь у него хохолок такой, не умывался, там где-то пальмы неприбранные, что-то. Не знаю, почему. Бог смотрит, говорит, не так не пойдет. Он один не справится. Ему нужен помощник. Сотворим ему помощника соответственного ему, чтобы ему помогал. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». То есть мы видим, что Бог даже материалы брал разные. Вот он корень, вот она причина, если ты задавался вопросом, почему женщины разные, или почему мужчины разные, так они из другого материальчика, абсолютно из другого. Тут из праха земного, тут взяли ребро, то есть кость уже, другой материал. вот так. Интересно, сегодня, когда читал, думаю, создал Господь Бог Адама, в 17 стихе написано, он дает ему первую заповедь, единственную на то время, «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день не ешь». И потом он говорит, «Нехорошо быть человеку одному». То есть Ева-то, получается, и не слышала этой заповеди, да? То есть вопрос в том, как мужчина передал женщине информацию, насколько верно и точно, но это уже другая тема. То есть мужчина и женщина абсолютно получились разные. И мы с вами впервые это замечаем, я не знаю, на каком этапе, в роддоме, когда дети лежат, то, ну, кто-то заходит, сразу говорит, «Это мальчик, это девочка. По каким признакам?» Ну, правильно, ленточка, какие-то красные, какие-то синие, да, этот сверточек такой, они сверточки лежат, непонятно, голова там и только ленточки. Потом проходит время, дети растут, появляются у кого-то косички, у кого-то что-то еще, точнее, ничего не появляется, у кого-то косички, платьишки, игрушки разные. Первый шок может быть происходит как раз в садике, когда общие туалеты, и мальчик смотрит, сравнивает, думает, вот те раз, как мы другие, и они другие. И некоторые так и думают, что различия только в каких-то первых половых признаках. И вообще в садике дети кучкуются по-разному. Мальчики группируются возле игрушек, техника, машины, что-то еще. Девочки группируются в другой сфере, где куклы, рисуют, что-то лепят. Даже сидишь в поликлинике, например, с ребенком, смотришь, одного возраста дети, мальчик и девочка. Они так смотрят, взрослые, ну взрослые, это как деревья для них, неинтересно. Все они как-то сближаются друг с другом, и мальчик говорит, смотри, у меня какой танк, смотри, сейчас у него крышка, у него тут пушка, можно так пылять. Девочка смотрит так, у меня есть кукла, которую можно наряжать. Смотри, у меня тут разные наряды. И такой диалог, они чуть-чуть попытались навести контакты, но не получается, потому что мальчику неинтересно вот это, девочке неинтересно. Вот это разные. Я когда услышал первый раз на проповеди, что мужчина, что женщина из ребра, Адама, я помню, проповедник говорит, поэтому у мужчин ребер меньше на дно. Я так думаю, вот ничего себе, это же скелет страдает, то есть мы, получается, не такие прочные. Пришел домой, тогда еще мог спокойно в зеркало глянув, понять, сколько у меня ребер посчитал. Не столько же. Оказывается, это речь была про Адама, так что имейте в виду, не переживайте, у нас нормально все, ребра на месте, прощупать можно все. Итак, мальчики и девочки в детском возрасте. Они, конечно, видят, что существует другая половина, но они существуют как бы параллельно, параллельные миры. То есть им интереснее со своими, с мальчиком, с мальчиками, с девочками, с девочками. И они так вот кучкуются. Например, куда-то едет, ну, куда-то поездка организуется. И я помню, сразу спрашивал, там парни поедут, нет? Сколько будет парней? У мальчиков разные интересы, да, они носятся по гаражам, играют в войнушки, там где-то дерутся, кидаются там какими-то камнями, играют в футбол или что-то еще. Я помню, в детстве записался в карате, и тренер сказал, отрабатывайте дома вертушку, то есть это надо как бы ногой так делать раз, и потом второй ногой два. Включил музыку, дома никого, в большой комнате, и значит, что тренер сказал, отрабатываю эту вертушку, и в какой-то момент как-то не рассчитал, и пяткой как дал по двери, а двери только поставили, такие модные, стеклянные, помню, по тому времени, и стекло так упало вниз, и в проеме стоит отец. Так вот, руки в боки. Ну, ладно, хоть он посмеялся, вот стекло мы вставили, но сложно представить, чтобы девочки вот так пришли домой, такие раз, там, карате, или там чем-то занимались таким, как-то я пришел к другому товарищу, мы сидели, я думал, что он один дома, так достаточно долго сидели, пили чай, потом открывается дверь, там девочка говорит, папа, а можно мы еще там порисуем? Я говорю, так ты не один дома, что ли, у тебя дети, что ли, это что-то так тихо? Да, они, говорят, сидят там, тихонечко рисуют, там что-то вышивают и так далее, но их не слышно, это другой мир какой-то. Но когда наступает время, подростковый период, когда начинают обращать внимание мальчики на девочек, девочки на мальчиков, уже пытаются знакомиться, пытаются приглашать на свидание или приглашают, и вот как раз происходит такой контакт, когда ты начинаешь узнавать. Честно говоря, мне было сложно. Во-первых, раньше не преподавали никакие темы такие, ни семейные, ни как себя вести. Я рос, у меня был старший брат, значит, отец, и еще три двоюродных брата. Мы как-то так, мужиками. Я даже не знаю, вот как женщина думает. То есть я с такой же формулой, абсолютно с такой же, как вот мы играли, носились по гаражам, познакомился впервые с девушкой, и точно так же ей где-нибудь мы идем, например, я говорю, давай сократим путь, вот здесь по газончику нормально. Она говорит, ну как-то нехорошо, ну давай, приходим, а там забор. Я говорю, ну давай перемахнем. Она говорит, так забор же, так невысокий же забор, ну что там, по плечи. Сейчас я, вот ты высоких не видела, с колючей проволокой, там, конечно, сложнее. А тут, то есть, и я всю эту модель переношу сюда на свидание с девушкой. Поесть селедки, например, прыгнуть с парашюта, куда-нибудь поехать в парк аттракционов, но не просто на таких качельках, а на таких, знаете, где, так давай поехали, это же интересно, это классно. Потом я достал билеты, помню, на, не помню, какой чемпионат был, ну в общем, на бокс. Это просто было, Серега просил эти билеты, я говорю, не, 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 я пойду с девушкой. Я помню, говорю, я поймал, достал билеты, там знаешь, кто будет выступать? Я уж не помню, кто по тем временам будет море крови. Она говорит, я не пойду, давай в театр куда-нибудь. Я понять не могу, ну что там в театре? Мне начинают подсказывать, так ты води девушек в кино, во-первых. Во-вторых, начинай как-то ухаживать за собой, там, ну мойся почаще. Знаете, шутки шутками, но для некоторых братьев, вот я скажу откровенно, может быть, вы молитесь, чтобы выйти, чтобы жениться. Тут элементарно, надо просто соблюдать какую-то гигиену, и будет уже 50% успеха. Вот. Для меня это сложнее давалось, вот эта перестройка какая-то. Я помню первый раз, когда меня, моя будущая теща увидела, это может быть сейчас, я там в брюках со стрелками, такими более-менее видными. А тогда, я сейчас понимаю, почему она так сильно удивилась. Потому что я был в трикошках таких, в футболке, как сейчас помню, лакосты модны были, в кепочке в такой, и в кожаных ботинках, таких полуботинках, точнее, саламандр. То есть, среди парней это был высший пилотаж. Теща не оценила. Она говорит, и он ухаживает за моей дочкой. Слава Богу, что она не стала чинить никаких препятствий, как-то так с юмором восприняла. Вот, слава Богу, поверила в меня. Знаете, как говорят, кто-то говорит, ты ждешь принца на белом лексусе, а говорят, а мама говорит, да самое главное, чтобы человек был хороший, и совсем не важно, на каком он лексусе. Вот, слава Богу, что моя теща, что моя теща поверила в меня, и у нас отношения продолжались. Потом мне говорили, что там, за собой ухаживаешь хорошо, одевайся там по-другому немножко, надо делать комплименты девушкам. Знаете, я вообще слова сложно произношу. Для меня слово произнести, это какая-нибудь шутка придет на ум раньше, вот сидим в кругу друзей, хочу сказать, пока собирался с мыслями, уже тема ушла. Шутка такая классная была. Ну ладно, стараюсь я, конечно, там пытаюсь, о, сегодня голову помыло, вот это молодец, здорово, не то, что вчера. Комплименты-то такие, знаете, угловатые, и сам я такой, может быть, но, как скажем, старался, стараешься, влюбляешься, и вообще, когда на свидании ты показываешь свою хорошую сторону, стараешься, по крайней мере, а потом, если что-то не так, расходишься по домам. Почему возникают конфликты потом? Потому что ты никуда уже не денешься с подводной лодки, все, ты не уйдешь куда-то в лунку, даже если чувствуешь какой-то напряг, раз ты ушел, ладно, мне пора домой, меня там ждут, например, и уходишь. Но давайте развивать события дальше. Дальше молодой человек делает предложение, они идут в ЗАГС, готовятся к свадьбе, к венчанию, и вот эти слова «Я люблю тебя». Какие мотивы у молодого человека и девушки? Знаете, некоторые думают уже спустя какое-то время, а счастлив ли я с ним? Или счастлив ли я с ним, или счастлив я с ней? Но знаешь, вступать в брак, это делать счастливым другого, другого, стараться где-то уступать. Мы это много слушали, и я еще раз хочу просто сказать, чуть-чуть, чуть-чуть коснуться этой темы. Нет же таких учебников, как вести себя. Ну, может быть, сейчас есть какие-то тренинги, что-то еще, но раньше я не помню, не помню. Ты даже не представляешь, что там будет, вообще не представляешь. Чуть-чуть представляешь, что будет на кухне, чуть-чуть представляешь, что будет в спальне. А между ними, ты же не знаешь, как все будет. И как-то надеешься на авось, пойдет нормально. Мы же любим друг друга. Но самое главное, настраиваться не на себя, а на другого. Любить, уступать. я помню, когда мы с друзьями общались, и самый первый человек, который у нас женился, он еще был на первом курсе, Михаил, вот, у нас было весело всегда. Мы собирались, что-то придумывали, куда-то ездили. И вот он женился, он с нами тоже всегда гулял, тусил, там все было классно. И через какое-то время смотрим, давай, Мишка, с нами, давай там. А он хмурый, да не, я на молочку, да не, я туда, да не, я сюда. И думаешь, хорошо ли там? Хорошо ли там вообще ему? И стоит ли выходить замуж? Стоит ли жениться? Вы как думаете? Ну правильно, да конечно стоит. Конечно стоит. Бог говорит, нехорошо быть человеку одному, хорошо быть вдвоем, восполнять друг другу. И человек раскрывается на самом деле только в семейной жизни. И ты узнаешь не только другого человека, а узнаешь себя. Узнаешь себя. Благодаря своей жене я узнал многие свои стороны. Раньше не знал. Родители ко мне всегда хорошо относились, друганы хорошо относились. Да, если какие-то есть недостатки, никто мне не говорил. Знаете, супруг говорит, супруга говорит все. Супруг и супруга, да. Ты все узнаешь о себе. Все раскрывается. Но это для нас же самих лучше. Для нас же самих. И вообще я понял, что мы разные. Мужчинам более свойственен азарт, да. Они могут так вот по-кавалерийски рубануть рукой так. А-а-а, была, не была. И зарплату куда-нибудь. В основном. Не-не-не, подожди. Нам еще месяц жить. Нам еще вот так-так-так-так-так. Я вот где-нибудь в казино или в игровых автоматах не видно женщин. Так ведь? Потому что они, если и бывает, то они только мужа одергивают. Говорят, так все, пошли домой. Так все, хватит. Они другие. Абсолютно другие. Для мужчины не так важно, какая квартира, обстановка. Поправьте меня, если что-то не так. Помню, самый первый раз вот мы только поженились, искали какую-то квартиру или комнату снимать. Мы еще еще не работали толком. Я учился. Денег было немного. И нам родственники предложили в юго-западном районе возле дружбы. Я помню, комнату. Какой-то знакомый там дедушка говорит, комнату я вам практически так отдам, там что-то за свет надо будет платить и все. Ну, какие-то небольшие деньги. Я думаю, о, классно, небольшие деньги. Мы приехали, я смотрю, район хороший, все тихо, спокойно. То есть ты смотришь на улицу, в квартиру зашли, зашли, ну, пахнет немножко, да, все такое старинное. Дедушка вышел, тоже старинный. Собака вышла, Колли, слепая, тыкается в ноги. Шер, значит, там уже по колено везде. Вот мы сели. Он говорит, вот ваша комната, пожалуйста. Только у меня собака, но она любит, чтобы везде открыто было. Она вот так ходит, здесь, там, поэтому, ну, дверь-то не закрывайте, пусть она ходит. Ну, ладно. Чувствую, супруга как-то молчит. Я такой, да, здорово, классно. Какие условия, как что? Он говорит, ну, так-то и так-то, вот столько-то, столько-то денег и все. Ну, ладно, хорошо. И мы выходим. Я говорю, ну, здорово же, классно, смотри. Мужчине, знаете, только кости кинуть и все. Она говорит, не, не, не пойдет, ты что, видела, какая собака? Ты видела в комнате? Там, как она, мы одинаково заглянули в комнату, одинаково вышли. Я, честно говоря, ничего не увидел. Ну, увидел пространство. Говорит, ну, смотри, там шкаф стоит, он весь забитый какими-то книгами. Тут какой-то, там антресоли, тут какой-то комод страшный, там вообще не убрано в углу. Ты видела, картина кривая висит, она вот-вот-вот рухнет туда в сторону кровати. Как это все можно заметить? Я смотрю на нее, а ты была здесь еще когда-то раньше? Она говорит, так не, вместе же смотрели. Я не понимаю этого. Только потом я понял, что женщине достаточно посмотреть, она все фотографирует. Как ты одет, что происходит? Мужчина не такой, но он другой. Заглянул, ему надо еще заглянуть, сделать фотографии, потом рассмотреть уже разные какие-то моменты. Но для женщины это не просто среда обитания. Это раньше еще, когда за динозаврами носились мужчины, он пришел в юрту, супу поел какого-то, и дальше убежал. А для женщины это мир там целый. Мир. Поэтому она обставляет все очень аккуратно, вкладывает душу. Помню, мы переехали, тоже позвали брата, и супруга говорит, ну давайте ставить мебель. Шкаф такой там, помню, был тяжелый, настоящего дерева. Говорит, давайте поставим вот сюда к окну. И мы вдвоем, знаете, вообще ноги не держат, еще таких худеньких, еле-еле передвинули к этому окну. Она говорит, не-не-не, не пойдет, вы что, смотрите, тут все загораживает. Давайте лучше вот сюда его, шкаф сюда, а значит, вот этот диван сюда. В общем, мы там несколько раз переставляли. Я говорю, так давай поставим, какая разница, где стоит шкаф. Но я тогда не понимала, сейчас понимаю, делюсь этим, что лучше переставь шкаф, вот сколько надо, сделай все как надо женщине, потому что она здесь главная, в этой квартире, она хозяйка. Помню, в детстве вот я увлекался разными географическими картами, очень любил, мы с другом собирались, физические карты, топографические карты, но самый конек, это политические карты мира. Все страны, знаете, они такие цветные. Я помню, купил как-то карту в шести частях на Первомайской и дома, еще в школе учился, значит, склеивал, чтобы там склеивать очень сложно, потому что полотно большое, шесть частей. Тогда скотча особо-то не было, так на клей какой-то, вот, пыхтел, клеил, мама зашла, говорит, что делаешь? Ну, клею карту, вот скоро повешаю. Куда повешишь? Ну, вот сюда на стену, смотри, здорово. Не-не, на стену не надо, ты, как бы клей-то клей, свернешь, за шкаф поставишь, если надо тебя смотреть, ну, расстели, и... Я говорю, ну, ма, это ж неудобно. Нет, 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 давай так вот, ты когда взрослым будешь, когда будет у тебя твоя семья, своя квартира, вешай туда, что хочешь. Ну, ладно. Ну, вот это где-то у меня засело. Прошло много лет. И я помню, забрел как-то случайно в магазин этот, увидел карты, думаю, вот здорово, так это сейчас своя семья, своя квартира, и здорово. Приезжаю домой, примерно такая же картина, только заходит супруга, говорит, что делаешь? Но там карта была уже готовая, правда. Я ее расстелил, примерял, значит, померил сюда между, картину снял, часы убрал, стену освободил, так примерно прикинул, здорово. А она говорит, что делаешь? Вот на стену хочу повесить карту, классно, вообще все, я уже взрослый, я большой, я как... Не-не-не, какову карту, ты что придумал? Ты ее вот так расстилай, если надо, смотри на нее, а на стену нее, я же стены не трошу, и вообще это не по гамме, тут вот картина висит, тут все, зачем это... Я, знаете, если честно, немного обиделся, думал, как же так? Надо кулаком стукнуть, это... Но на самом деле, потом я понял, что это очень важно. У нас же не штаб-квартира, ты не полководец какой-то, чтобы стрелками там захваты какие-то делать или что-то еще. Нет, ну, расстелил там, если надо, посмотрел, и нормально. Я только сейчас понимаю какие-то вещи. Вот в детстве, например, мы любили собираться ребятами и проводить морские бои. Ну, не так, что на бумажках рисуют два поля, и на бумажках крестики-нолики, да, вот эти, морской бой. Нет, настоящие, из фольги, из пластилина, мы делали фрегаты, с парусами, значит, там пушки из фольги делали, зажимали плоскогубцами конец у пушки, делали дырку, значит, капитан там, прямо в треуголке, с сигарой, ну, все-все-все-все-все делали вот так красиво. Но это были боевые корабли, они стреляли. То есть, эту пушку набиваешь серой, можешь туда вставить одно ядро какое-нибудь от подшипника, если влазит, но обычно без этого проходило. Накаляешь иголку и вставляешь туда, оно так стреляло. Вот. И мы собирались, долго делали корабли, несколько месяцев могли. И у кого-нибудь собирались, ну, так, по жребию, это страшное дело, честно говоря. Мы, наполняешь ванну водой, там мы все собирались, родители на работе в это время днем, и флотилия, были определенные правила, то есть, включали душ, чтобы было течение, корабль нельзя поворачивать руками, и ждали, когда корабль, значит, пушками поворачивался и стреляли. Там гарь была, там азарт был, ты забываешь обо всем, что происходит вовне, то есть, ты там в корабле, ты капитан, ты матрос, ты там заряжаешь эти ядра, пушки, там стреляешь, копоть, классно, селитрой пахнет какой-то, все в дыму, какие-то черные пятна, на потоле, это ты даже не смотришь. Самое главное в этом бою, знаете что? Ну, конечно, ретироваться до прихода родителей, а то потом такое начнется. И я раньше не понимал, ну, что они кричат там? Ну, слышишь, там кого-то песочат, там все, и он не выходит потом неделю гулять с тобой, а просто хозяйка не может вытерпеть, чтобы вот такое разводили дома. Не секрет, что когда дети вырастают, когда уже мужчины, взрослые, они ведут себя порой точно так же, но только в другом ракурсе. Ты приходишь с рыбалки, ты победитель, у тебя 14 килек и один подлещик, ты целые сутки где-то был, заходишь домой, грязный, эти ботинки, там тина какая-то, пауки от тебя побежали, ты так, а ты победитель, зашел, классно, я победил, посмотри, улов какой принес, будем уху варить, ну, не уху, ладно, коту отдадим, раздадим, ничего, конечно, с этих рыб не сделать, вот, и ты проходишь посреди комнаты, там, тягаешь эти все сапоги, скидываешь, нельзя так делать, потому что для жены ты не победитель, а ты конан-разрушитель какой-то, ты просто вот, она смотрит на это, только что помыла, только что прибрала, только что ванну убрала, мозги по-другому, все по-другому, для тебя это нормально, зашел, вышел, для женщины это, это просто родовое гнездо, это я стал понимать уже, ну, в общем, поздно, женщины, для них очень важно общаться, очень важно разговаривать, мужчины в основном, такие молчуны, да, как ученые говорят, что женщины разговаривают в два раза больше, в два раза больше слов, чем у мужчин, ну, некоторые женщины говорят, да вам просто два раза повторять надо, вот и, на что мужчины говорят, что-что, вот, но на самом деле мужчина так устроен, вот он такой молчун, я когда читал в Библии, в книге чисел, я просто увидел, что реально Бог знает об этой особенности мужчины, он дает там повеление, числа, 30 глава, я вам прочитаю, можете не открывать, о заповедях, о запретах, об обетованиях женщин, и говорит, если муж слышал, числа 30 глава, 12 стих, если муж запретил, то запретил, а если муж слышал и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится, и 15 стих, тоже, ну, о других зароках уже, если муж ее молчал, о том день за днем, то он утвердил все обеты ее, и все зароки ее, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал об этом, то есть для мужчины можно молчать об этом, но женщины обычно говорят об этом, как можно молчать о чем-то, Бог понимает, что мужчины, если молчит, значит, значит, да, считай, что он согласен, и есть какой-то лимит слов, помню, как-то ездил в одну церковь, там три собрания было, каждая по часу, три часа, я потом на неделю не мог выдавить из себя слово, потому что я весь недельный запас выговорил там, очень сложно, потом воссоздать это все, но с женщиной надо общаться, с женщиной нельзя говорить, что как дела, ты так прикидываешь, так вроде на работе все нормально, не уволили, там ничего не взорвалось, обычно говорят, нормально, да, но для женщины очень мало, ей надо, чтобы рассказать, и если мужчина спрашивает, а как у тебя, дорогая, то она сядь и слушай, это очень, очень тоже важно, сидеть, слушать женщину, и общаться с ней, потом проходит какое-то еще время, женщина становится беременной, это определенный этап жизни, мужчины многие даже не понимают, я считаю, что нет прекраснее картины, чем беременная женщина, она даже ходит вот по-другому, она говорит, мы, мы сегодня гуляли, ты думаешь, какие мы, во сколько было, вот с кем, с подругами, да нет, но мы вместе, она как будто бы здесь, и как будто бы не здесь, мужчина не понимает, он ждет прежних отношений, и сложно представить себе мужчину, например, в таком же амплуа, в таком же виде, чтобы он, например, ходил, даже гипотетически, он все равно будет носиться там, поэтому Бог ему не доверил, не, не, нет, ты оберегай в это время женщину, и я представляю, как трудно, как трудно женщинам вот этот период, как трудно рожать, у нас были партнерские роды, какое-то время разрешали, потом запретили, потому что мужчины просто падали в обморок, они не выдерживали, и врачи отвлекались, им надо было мужчину откачать, тут женщина рожает, они говорят, нет, нет, давайте вы лучше за дверью будете, и в какой-то период мужчины были за дверью, знаете, сидят там что-нибудь, а легко сидишь, в телефончике ждешь, играешь, выходит медсестра, акушерка, говорит, у вас мальчик родился, 3 500, мужчина даже не понимает, такой, что так дорого, там в кошелек лезет, да нет, нет, это вес, здоровый мальчуган, хороший, да, он даже не понимает, что произошло, тут так быстро, хорошо, а на самом деле, это очень, очень сложно, когда женщина лежит, ей кажется, что все, я уже рожаю, уже началось, привык кого-то ко мне, придет медсестра, говорит, да нет, я тебе еще долго, и уходит, и она одна лежит, знаете, это просто страшно, поэтому, ну, нужна, конечно, поддержка, нужно вообще понимать, вот как бы войти в положение, когда, женщине нужен уход, но не такой уход, знаете, больной нуждается в уходе врача, и причем, чем дальше врач уйдет, тем лучше для больного, не в таком уходе, а оберегать ее, когда ночью, например, женщина несколько раз встает, это же тоже силы, вот какая первая мысль мужчины, когда он слышит плач ребенка, он сразу думает, опять неплотно закрыли дверь, что же это такое, он в эти, даже не вдается в эти подробности, что там происходит, а ведь, это очень важный процесс, и я, честно говоря, даже не знал о таких явлениях, в процессе, в жизнедеятельности, женщины, как всякие гормональные всплески, слава богу за жен, которые объясняют мужьям, ты понимаешь, это как бы не от меня зависит, ты утром встаешь, солнце светит, потом следующий день дождь, ты же не злишься на дождь, что такое с дождем, что за гроза там, ну это как бы естественно, так вот знаешь, что у женщин, у мужчин все ровно, он поэтому не понимает, что вчера нормально было, сегодня ненормально, что такое кричишь, что происходит, женщина сама заложница в своих каких-то процессах, но мужчине важно знать, он другой, она другая, и знаете, что в этот период очень важно, очень важно для мужчин, принять и любить не только женщину, потому что мужчины ждут той же самой модели, мужчина и женщина, ну еще кто-то бегает тут, конечно, вот, ну лишь бы не мешал, нет, прими и ребенка, полюби ребенка своего же, заботься о нем, женщина будет любить тебя также, я правильно говорю, да, сестры, я как-то стараюсь тоже, мне очень сложно, может быть, с точки зрения женщин говорить, потому что я там не знаю, но, что я знаю, вот пытаюсь рассказать, и в принципе у женщины есть удивительная черта, удивительная способность, так скажем, многозадачность, то есть мужчина, если что-то делает, он делает одно, если жена приходит, говорит, так, знаешь, надо это сделать, это сделать, подожди, подожди, давай одно сначала, давай вот это сделаем, например, потом вот это сделаем, так не пройдет, так не проходит, надо для мужчины говорить одну задачу, потом вторую, потом третью, помню, как-то супруга мне сказала, надо было ребенка свозить в поликлинику, и она говорит, тебе надо заехать в аптеку, купить баночки для анализов, потом заехать в магазин, купить лимоны, заехать в поликлинику, взять карточку, заехать за ребенком в садик, значит, одеть его там, забрать, и к 6 часам приехать вечером, а я туда подойду, и вместе сходим на прием. Информации много, знаете, это для меня как вспышки какие-то, мне важен итог, так, итог, к 6 часам приехать в больницу, все, для меня это установка, день вообще был дикий, конечно, я помню, ездил, туда приехал, сюда, что-то я выхватил, конечно, то ли лимон купил, то ли эту карточку взял, не помню, из поликлиники, что-то взял, но, так, время, что-то без пяти уже, без пяти 6, и я приезжаю, думаю, фу, слава богу, все успел, вообще здорово, потрясающе, приезжаю, значит, она подходит, такая, так, все время, давай, все, где, заглядывает в салон, где ребенок? Какой ребенок? Ребенок, я же тебе сказал, еще ребенка забрать, ах, какая женщина, какая, ладно, успеем, вот, и ты собираешься, но, честно говоря, это, очень сложно, тебе иногда кажется, что ты все слышишь, или женщине иногда кажется, что, а она говорит, и, ну, вроде я же сказала, очень много ссор из-за этого, я же говорила, я же не говорила, а ты не говорила, я не говорила, на самом деле, и прав и тот, и другой, но вопрос в том, что мужчина может что-то делать, что-то делать в этот момент, весь он полностью погружен, где-то там, в этом, в этой задаче, он что-то делает, если женщина в это время ему говорит, слушай, дорогой, не поехали нам в гости, например, завтра, или что-то еще, и он кивнул, это вообще не факт, что он все услышал, понял, и согласился поехать в гости к теще, нет, нет, он просто кивнул, у него голова тяжелая, она как бы кивается иногда, и он говорит, да, нормально, вот, потом она спрашивает, ну что, ты готов, например, куда готов, ну к тещи-то собраться, надо так сделать, отвлекись от работы, посмотри на меня, слушай сюда, и проговорить, ну может быть, даже несколько раз, слава богу, сейчас за сотовые телефоны, если что-то же, супруга просит заехать в магазин и что-то купить, я говорю, слушай, мне когда, давай напиши смс-очку, и потом спокойно уже, не торопясь, смотришь так, ага, лук, реп, реп, открыживаешь, то-то-то-то-то-то, вопрос решен, потрясающе, а у женщин, женщины, они могут как-то так сразу, то есть она разговаривает по телефону, мешает кашу, там качает люльку, дает указания тебе, рассказывает про соседку, еще все мониторит моментально, я не знаю, как это происходит, откуда это, но такое есть, может быть, кого-то смущает, что мужчина приходит иногда и лежит на диване, бывает такое у кого-нибудь семьях, нет? Бывает, да? А знаете, это же не то, что исторически, это библейский факт, когда женщина впервые увидела мужчину, где он был? Ну, конечно, он от наркоза отходил, он лежал, в таком полусонном состоянии, это нормально для мужчины, это его состояние, вот он лежит так, и как бы он вроде и здесь, вроде не здесь, вроде жив, не жив, непонятно, а состояние стендбай, как говорят компьютерщики, то есть он готов к задачам, но удивительно, когда разные датчики подключали к мужчине в это время, он в сердце бьется, а мозговая деятельность отсутствует, ноль, сначала не могли понять, что происходит такое, оказывается, это у мужчины есть такое состояние, закатиться в лунку и лежать, вот просто лежать, это он так восстанавливает силы, это важно, во-первых, на мужчину столб атмосферный давит 180 атмосфер, и его просто как бы придавливает к дивану, он не виноват, он даже рад встать, но он не может встать, абсолютно, ну как бы у него такие три измерения, и это как вот в карауле, например, в карауле заступаешь, когда там два часа ты стоишь на посту, два часа ты спишь, и два часа ты в режиме как раз вот таком, ты вроде и не спишь, не спишь, но готов, правильно, Аркадий, я говорю, да? Бодрствование, да, ты бодрствуешь, ну вроде как в каком-то таком полузабытие, почему женщин не берут в армию? Потому что они вот не могут в таком состоянии находиться, ему командир говорит, ей скажет, почему ты не находишься, она не может, ей надо либо что-то делать, либо она спит, у нее два состояния, у мужчины три, и никак, раньше было, что мужчина приходит, телевизор включает, а там сетка такая, знаете, уже все программы закончились, жена заходит в обмороке, что ли, или смотрит, в телевизоре уже давно, гудит, а мужчина не спит, он просто смотрит, и ей так, отойди. Вот он просто в таком, программы закончили, все, а он даже понять не может, он туда не смотрит. Я, честно говоря, вот эти примеры, знаете, вот хорошо вы меня понимаете, а вот скажи вот молодым людям про эту сетку, кому это скажешь, какая сетка? Мы тут с дочкой зашли в Макдональдс позавчера, и там, знаете, рекламный щит такой, лайтбокс, и пирожное новое, какое-то, тирамису, такое огромное, размером с танк примерно. Я молодого человека спрашиваю, я говорю, а реально это пирожное, размером со спичечной коробкой, наверное, со спичечной коробкой, он на меня смотрит, и назад оборачивается, и зовет менеджера. Говорит, там что-то спрашивают. Я вроде по-русски же спрашиваю. Оказывается, он просто не знает, что такое спичечный коробок. Я в шоке был. Для меня, честно говоря, для меня эпоха уходит какая-то. Я не знаю. Для меня так грустно было. Ну, ладно, хоть дочка, она мне подсказала, она говорит, он тебя не понимает. Для него это как бы не измерение. У нас же раньше было измерение, только спичечный коробок, дальше там пачка, дальше там что-то такое. Не понимает даже. И вот ты впиваешься в этот, или, например, сейчас в компьютер просто сидишь и смотришь. Там тоже уже заставка такая, часы или цветы. Но мужчине нужно, нужно дать вот именно зарядиться что ли. И потом нормально все, не переживайте. Ну, в этот момент не вмешивайтесь, потому что он как бы не там, не здесь. Вообще очень важно с женщинами, я скажу, общаться, ходить по магазинам, я раньше не хотел, ну, не любил, какой мужчина любит ходить по магазинам. Особенно, знаете, если есть такие магазины, коварные, где даже, ну, ткани, например. Пойдем со мной в магазин, там шторы надо выбрать. Ты приходишь в магазин, но обычно ты куда-то откатываешься, где техника какая-то или что-то. А тут, знаете, вот эта фраза. Ты пока посмотри здесь что-нибудь и не мешай. И ты так мимо этих тряпочек идешь, рулоны, рулоны, бязь, рулоны, рулоны, подклад, рулоны, рулоны, бязь, рулоны, рулоны, остатки, обрезки, что-то там. Ладно бы были, ну, готовые изделия и манекены, хоть взгляд куда-то бы увиделся, зацепился. Ты не можешь зацепиться даже. Ты ходишь, это все из-за любви. Ты ходишь по этому магазину, ходишь и вдруг слышишь так чик-чик-чик-чик-чик-чик, какая-то техника работает. Смотришь отдел, где продают швейные машины. Ох, швейные машины. И там одна машина разобранная, как бы без крышки, и там эти шестеренки. А там уже мужчины собрались как раз, трое. Все, которые здесь были, они тут сгрудились, и они обсуждают. А может быть тут электродвигатель, например, сделать. Интересно, как это будет. А вот эта пластиковая шестеренка, она надолго интересна, или лучше титановую поставить, или там что-то еще. Вот. И они тут так собрались, обсуждают. И какой-то голос, например, сзади. Так, я выбрала. И все, значит, мужчины напряглись. Коля, например. Все выдохнули, кроме Коли. Коля пошел. Коля пошел. Приходит, и ему спрашивают, как ты думаешь, что лучше выбрать? Крепдишин охра или органза фуксия? У Коли шок. Где она выучила язык, когда она успела? Я даже не представляю. Что это за слова новые? И он наугад, поскольку работает в охране. Охра. О! И я, говорит, думаю, охра. Хорошо. Симпатичный материальчик? Вот мужчины, если бы мы показали, например, бульдога и носорога, или ладу калину, или форт фиеста, он бы мог сказать, что из них симпатичнее. Вообще, он в шоке. Как это может быть, эти тряпочки симпатичные? Может быть, ему дали бы, например, микроскоп, и он бы посмотрел строение, тогда бы тоже сказал, непонятно. Непонятные материи. Он смотрит на носовые платки, ажурные, которые рядом продают, и думает, как можно, какое назначение у него? При одном хорошем вдохе этот носовой платок улетит просто в ноздри и останется там. Зачем это нужно? И зачем он, ведущий охранник ЧОП, ходящий, человек, ходящий на рыбалку два раза, один раз на охоту, чуть кабанчика не подстрелил, и он должен тут решать эти задачи с этими материалами. Знаете, у мужчины всегда такая дилемма, какая-то мужская гордость. И он думает, такое ощущение, что есть какой-то злодей, который издевается над женщинами и думает, женщине ходить удобно, а сделаю-ка я ей каблук пять сантиметров, она сможет пройти? А десять сантиметров? А пятнадцать сантиметров? А двадцать сантиметров? А сможет ли она передвигаться? А интересно, если я, например, сделаю пуговицы сзади, как она будет? А если много пуговиц? Тридцать. А если, если, такое ощущение, что кто-то издевается над женщиной, а мужчине непонятно, ему нужна логика, логика, просто рубаха, просто, например, пинджак с карманами, и все. Зачем это все? Зачем такие сложности? Он не понимает. Но ради любви мужчины готовы терпеть. Он это все в мыслях, конечно, все это мужчины в мыслях пробегают. А в итоге он говорит, да, вот это симпатичное, куда-то там тыкает пальцем. Без разницы. Почему одну девочку спрашивают, она говорит, я хочу быть красивой, как папа. Почему как папа? Может, как мама? Ну, мама. Мама очень долго красится, что-то наводит там, тушь с прически, а папа встал, умылся, и уже красавец. Вот. Это же все просто. Для мужчины вообще все просто, по-другому. Нам же важно принять. Я отвечаю за тех людей, которые тут молятся, бывают, призывают за нужды. И знаете, с чем я столкнулся? К удивлению своему. Какую-нибудь сестру прошу помолиться за нужды сегодня, например, с днем. И я представляю, что она может отказаться, сказать, я не знаю, ну, местописание какое-то же надо. А я ей скажу, воззови ко мне, и отвечу. Она скажет, я не знаю, как микрофон включается, я скажу, я помогу, там легко, там, ну, в общем, я готов к каким-то дебатам, к каким-то, ну, какой-то дискуссии. Но она сражает меня на повал. Она говорит, а я не одета для сцены. Я не знаю, что на это сказать. Ну, в смысле, ты же просто одета? Ну, как бы ты в людях-то появилась же, а тут сколько, на 50 сантиметров выше встать? Нет, нет, ты не понимаешь. Это другое, ты же шутишь, что ли? Это надо за три дня говорить, а лучше за три месяца. Для меня это, честно говоря, честно говоря, шок. Мужчины, честно говоря, без женщин-то бы погибли. Мы это уже проходили. То есть, Бог посмотрел, что мужчина не может без женщины. И мы смотрим какие-нибудь фильмы, где там, ну, одни женщины или одни мужчины, например, да? Но это же, это невозможно. Помню, как-то мне надо было ехать далеко, мне купили билет, в командировку купили билет в мужское купе. Я так обрадовался, думаю, так здорово в мужское купе. Там можно спать, ну, не в пижаме, например, ну, налегке как-то, не стесняться никого. Все нормально как-то с мужиками. Когда я нашел это купе, дверь открыл, я дверь закрыл, думаю, хорошо бы это не мое было. Посмотрел, очки запотели, потому что зима, потом распотели, все-таки это мое купе. Зашел, и какой кошмар! На столе, какие-то кости, селедки, портянки висят, сохнут, что-то, это просто нереально. Обратно я ехал, как смешанное такое. Там женщины, мужчины, порядок, чистота, все аккуратно, все как-то проветривается, благовонно. И это мини-модель. Я понимаю, что, ну, никак. Мы без вас, дорогие сестры. Сестры без нас, я думаю, тоже, ну, никак. Так ведь? Для женщины очень важно навести красоту. Очень важно, она все запоминает. Она, как-то так, как-то поехали в свадебное путешествие, муж и жена, молодые. Они взяли на прокат велосипед, как это называется, двойной-то такой, тандем, точно. И поехали. Поехали, значит, она ему что-то говорит сзади, а он силы много, на педали крутит, несется со всей скоростью. Ему кажется, она кричит, останови, как бы ей неудобно, во-первых, во-вторых, а ему кажется, что давай еще, давай быстрее, он несется. И на каком-то этапе она, видно, слетела. А он едет и едет, едет и едет, проехал одну деревню, вторую, третью, потом чувствует подозрительно тихо. Никто не говорит сзади. Женщине же, надо слова-то выговаривать, она может даже просто, она может что-нибудь искать, например, так, где мои бегуди, интересно, что же, и ты говоришь, а я последний раз их видел, да я тебя не спрашиваю, ты, я просто это рассуждаю вслух, ты не нужен, просто слушай. Женщина, ну, как бы рассуждается, чувствует тишина, не говорит она. Он остановился, посмотрел, точно нету, ух ты, пошел искать, честно говоря, далековато уехал, под гору, в одном вот этой деревне, второй, зашел в полицейский участок, там составляют протоколы, полицейский говорит, так, хорошо, сколько лет, в чем одета была, вверх, в чем вот верхняя часть, цвет, одежда, нижняя часть, украшения какие-то были особые, ничего не помню, это ваша жена, точно ваша жена. Мужчине очень сложно на этих моментах сосредоточиться, когда меня супруга спрашивает, ну, как, кого видел, в чем был, кто, кто, что, ну, сейчас, конечно, она не спрашивает, потому что, я в шоке от этих вопросов, и, главное, видел, то есть, задачи, видел того-то. Сейчас хорошо с фотоаппаратами, можно, конечно, попроще. и так, что-то не видно, да, мы уже будем заканчивать, но, на самом деле, мужчины и женщины, они, это надо понимать, просто разные, но они не могут друг без друга, и ты в браке, в браке Бог сделал так, что наступает полная гармония, сколько времени? Все уже, Наступает полная гармония, мужчины нуждаются, они вроде бы такие суровые с виду, да, на самом деле, они нуждаются где-то в похвале, где-то, чтобы его ободрили, ты молодец. Знаете, это даже для порядка в доме, мужчины разуваются всегда, как будто он в балете в пятой позиции, там одна нога здесь, здесь, один раз поставил вовремя, ну, правильно, ботинки, и женщина говорит, о, здорово, ты так ровно поставил, вот будьте уверены, с этого момента, он будет ставить по линеечке, потому что, ну, для него это классно, похвалили, меня похвалили, он помыл посуду, его похвалили, он еще раз помоет, еще, еще, это очень важно, женщина нуждается в любви, нуждается в нежности, в уважении, и в этом всем, конечно же, полнота, в этом полнота, вот посмотреть, если в Библии, посмотреть на Вигея, жену Навала, помните, в книге царств, в первой книге царств, вот эта женщина, которая реально компенсировала недостатки своего, я не знаю, как ее угораздило выйти замуж за такое чудовище, но видно было, что когда пришел Давид к Навалу, попросил, что он у него попросил, попросил, что-то просил там, поесть для своих воинов, он говорит, что я должен тут каждого кормить, Давид собрал воинов, и уже пошел войском, и он бы точно уничтожил Навала, жена, Авигея ей донесли, она собрала какие-то пряности, какие-то драгоценности, что-то еще, и пошла навстречу, она даже не сказала Навалу компенсировать, она договорилась с Давидом, не погуби моего мужа, не погуби, вот отношение женщины к своему мужу, Навал просто лежал пьяный, когда она ему все-таки сказала, наверное, у него в сердце прихватило, потому что написано, он упал замертво, вот, и тогда Давид взял ее в жены, когда мы компенсируем какие-то недостатки, когда мы вместе растем, вместе взрослеем, вместе зреем, и наступает гармония, наступает в семье гармония. Некоторые говорят мне, вот, ты молодец, так стильно одеваешься, хорошо, да, я такой, нет, на самом деле, открою секрет, это только благодаря жене, потому что, я могу носить одни штаны, там, днем, ночью, утром, вечером, весной, зимой, летом и осенью, и пока они не, до дыр не продерутся, потом ты просто относишь в ремонт мастерскую, там их зашивают, зашивают, потом уже жена говорит, слушай, выбрось это вещи, невозможно на это смотреть, так вроде, здесь, ну ты еще так примеряешься, смотришь, да не, может быть, еще чуть-чуть-то можно, не-не-не-не-не-не, давай, поедем тебе купим новые, я говорю, ладно, только я еду, и веду тебя, я веду ее в тот же самый торговый центр, где я предыдущий покупал, иду туда же, к той же стойке, где они висели, эти черные джинсы, вы знаете, какой шок, когда их там нет, когда там какая-то другая коллекция, вообще все другое, она говорит, ну не переживай, ты что, ну 9 лет прошло, ну понятно, что все уже поменялось, ну какие тут тебе, давай другие, и знаете, вот она так мудро, говорит, а что ты все время черные носишь, тебе 40 лет, и ходишь, и в одних и тех же, у тебя сносилось одно, ты идешь, такое же покупаешь, так не делаю, так нельзя, давай в этот раз, чуть-чуть цвет поменяем, серенькие, серенькие, а как они будут смотреться, а как ребята посмотрят, а как я в них буду себя чувствовать, и знаете, так можно по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом бежевые, потом другие, 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 и когда меня увидели в цветной полосатой шапке, помню, в какую-то зиму, наверное, мои супруги показывали, «Вау, вот это ты, вот это ты, добилась колоссальных успехов», потому что мужчины консервативны, женщинам надо все новенькое, и они, и мужик хотят также в свет посмотреть, хорошо одеть, хорошо обуть, чтобы он сытый был, там, сам мужчина очень плохо порой себя ведет, плохо одевается, ему нужна женщина, женщине нужен мужчина, в этом как раз у нас гармония, в этом единство, и когда люди живут много лет, уже они становятся похожими друг на друга, они притираются друг к другу, они понимают друг друга даже не из полуслова, даже не из полувзгляда, а просто сидят вместе и понимают, что творится на душе друг у друга, ты заходишь домой, например, слово не говоришь, а тебя уже спрашивают, что-то случилось, что-то помочь, например, ты жене, точно так же жена, мужа, и Бог создал нас разными, но Он сказал, и будет двое, одна плоть, будет двое, села, можно поставить фотографию, будут двое, одна плоть, будет одно целое, интересно, что в глазах Бога как раз семья, это одно целое, мы компенсируем, кто-то такой импульсивный, это не обязательно, вот сегодня мы говорили про мужчин или про женщин, может быть, по-другому немножко, это не так важно, 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 чтобы мы дополняли друг друга, чтобы мы обогащали друг друга, чтобы мы благословляли друг друга, вот эта пара, уникальная пара, ему 101 год, ей 96, и они прожили вместе 77 лет, и умерли в один день, удивительно, но, когда муж с женой, когда только-только стоят у алтаря, это красивая картина, но наиболее ценно, когда ты прожил два года, три, пять, где-то летели искры, где-то было короткое замыкание, где-то вообще сварка там практически была, но ты припаиваешься друг к другу, ты понимаешь друг к другу, приходит время сложное, ты встаешь на колени, просишь прощения у Бога, просишь прощения друг у друга, и Бог меняет нас, Бог меняет, преображая свой чудный образ, написано, нить втрое скрученная, нескоро порвется, и как раз Бог является тем самым связующим звеном, тем фундаментом, на котором прочные отношения, мы несовершенные, но мы меняемся, благодаря нашему Господу, мы меняемся каждый день, каждый час, и когда семья проходит 10 лет, 20 лет, 30 лет, Бог хочет, чтобы они не просто как бы отбывали наказание друг с другом, но чтобы мы наслаждались друг другом, семья это место, это тыл, это место наслаждения друг с другом, место общения, место благословения, место хвалы и поклонения, место, где нам хорошо, и Бог хочет, чтобы мы наслаждались, Он не хочет нам чего-то плохого, так ведь? Он хочет, чтобы мы были в благословении, Аминь, слава Господу, Господь всемогущий, мы молимся, благослови нас, направляй нас, веди нас, Господь, каждый день нашей жизни, мы молимся, молимся за семьи, молимся, благослови мужей, жен, чтобы каждый брал то бремя, ту роль, которую ты уготовил, которую ты приготовил, которую ты видишь, всемогущий Господь, наполняй нас с собой, Господь, я молюсь, молюсь за тех людей, которые готовятся вступить в брак, которые молятся об этом, молюсь, Господь, наполни их сердца ожиданием, мечтою, любовью, наполни Господь, и молюсь, чтобы было то, что они хотят в своей жизни, великий Господь, я молюсь за тех, кто носит во чреве, молюсь, благослови плод чрева, благослови детей во чреве, благослови матерей, благослови мужей, чтобы они заняли правильную позицию, искали тебя, находили тебя, были поддержкой, опорой, великий Господь, заботились о женах своих, благослови, благослови помощниц, благослови Господь, во имя Иисуса, благослови отношения детей, родителей, благослови, дай мудрости в воспитании родителям, Господь всемогущий, если у кого-то есть разрывы в отношениях, Господь, чтобы все это восстановилось, воскресилось, во имя Иисуса, Господь, мы нуждаемся в Твоей поддержке, нуждаемся в Тебе, каждый Божий день, великий Господь Бог, прославляем Тебя, возвеличиваем Тебя, славим Тебя, хвала Тебе вовеки, Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok